Давайте начнем с фразы Уинстона Черчилля «Никогда, никогда, никогда, никогда не сдавайтесь». Мне нравится Уинстон Черчилль, но в данном случае это полная хрень. Сегодня в видео я рассказываю, когда вполне нормально давать заднюю. Ну и еще одна цитата Черчилля, чтобы восстановить его репутацию. «Никогда не сдавайтесь в том, о чем вы не можете перестать думать и дня». Мне эта цитата больше нравится. Она включает в себя то, что люди имеют в виду, когда говорят «держись, не сдавайся». Когда тренер, родители, друзья вам говорят «не сдавайся», они имеют в виду «не бросай дело, пока не сделал максимум, на что ты способен в этом деле». Не бросай на полпути. И я полностью поддерживаю это. Перед тем, как закончить, надо попробовать несколько способов решения. Так что я вам сейчас покажу 7 ситуаций, в которых вполне нормально уйти по-английски. Первая ситуация – вы выполнили ваши обязанности, выполнили миссию. Если есть фанаты Игры Престолов, то предупреждаю о спойлере. Все знают Джона Сноу и его судьбу. Он дал клятву смотрителям, что будет служить дозору до самой смерти. Ну и как вы думаете? Когда он умирает, он выполняет свои обязательства. Так что, когда он возвращается после смерти, он спокойно может уже покинуть дозор. Потому что он выполнил свои обязательства. В моем случае я решил выйти из дела. Это связано с моей конференцией. Да, я закрываю нашу конференцию. Это будет последний год. Я хотел собрать вместе всех креаторов мужского стиля по всему миру. Мы делали это 7 лет. Я хочу теперь переключиться на другие вещи, и это требует ресурсов. Я не зарабатываю на конференции, поэтому я подумал, давайте сделаем роскошную вечеринку в этом году. Ссылку я оставлю в описании. Так что, если вы когда-либо хотели к нам присоединиться, то это самое время. Потому что я закрываю эту часть своей жизни. Я завершил то, чего хотел, и теперь готов идти дальше. Давайте поговорим о лжи. Если вас обманывали, если вам лыгали, то у вас есть все права просто взять и уйти. Многим из вас обещали повышение по работе. Вам обещали карьеру и большую зарплату. Но это никогда не наступало. Тогда знаете что? У вас есть все права просто уйти с этой работы. Еще одна коротенькая история об обмане в отношениях. У меня есть знакомый, у него есть отношения с одной женщиной. Они очень близки и оказалось, что она только недавно развелась. Она никогда не говорила ему об этом. А это же было очень важно для него. Потому что он собирался жениться и думал, что это как раз тот человек, которому он может доверять. И когда все это выяснилось, оказалось, что он не спрашивал об этом специально, поэтому она и не говорила. Странно, да? Ну, в общем, он решил закончить эти отношения. Далее. Эта работа, этот проект или отношения больше не то, чего вы хотите. За последние несколько лет вы изменились. Когда вы устроились на работу, вам нравилось путешествовать. Два-три раза в месяц командировки по всему миру. Но с тех пор вы уже, например, женились. Это было неспроста. Но вы продолжали работать, потому что вам нравится работа. Но сейчас ваша супруга ждет ребенка, и вы уже понимаете, что хотите видеть, как растет ваш ребенок и быть рядом с семьей. И вы осознаете, что по работе вас по-любому будут посылать в командировки по два-три раза в месяц. У вас не получится ускользнуть. Вам придется подыскивать что-то другое. Давайте посмотрим на отношения, которым пять лет. Вы встретились в колледже. Ты думал, она просто идеальна. Теперь, спустя пять лет, ты уже сомневаешься. Раньше у вас было много общего, а теперь у тебя в голове только карьера. Вы стали активистом, и она не разделяет ваши интересы. Ей просто хочется путешествовать по миру, а ты хочешь зависнуть в городе и расти по карьерной лестнице. Ребята, такое может сработать? Вам придется сделать шаг в сторону и сказать себе, нужны ли мне такие отношения. Ну, конечно, перед тем, как все бросать, проанализируй, что является причиной и вызывает ощущение недовольства. Особенно в отношениях. Я сохраняю эти отношения, потому что я боюсь изменений. Я знаю долго этого человека, и мне страшно оставаться одному. Следующий пункт трогает за живое. Я знаю, потому что многие из вас, ребята, находятся в такой ситуации. Вы работали в поте лица. Вы уже все попробовали. И никто никогда не понимает, что зашел в тупик. У них просто отвратительно, и начальник. Кто-то отказывается принимать то, что они уже забрались в такую тундру, что обратного пути нет. И самое скверное такой тупиковой ситуации, это то, что мы не распознаем ее как тупиковую. Мы просто видим ее как обыкновенное препятствие. Самое лучшее, что можно в таком случае сделать, это избавиться от сторонних мнений. Поговорите с тем, кому вы можете доверять. Спросите у них, что, по их мнению, вам мешает. Когда вы поймете, что снова и снова вам повторяют, что вы окружили себя людьми, которые тянут вас на дно, и вам это говорит уже пятый человек, ребята, это звонок. Когда люди вам говорят, что эта работа тебя вгоняет в гроб, найдите в себе силу и смелость, чтобы проанализировать эту информацию от друзей и родных, от людей, которым вы можете доверять, и вырветесь из этого порочного круга. Следующая ситуация похожа на предыдущую. Но вместо тупиковой ситуации, вы просто неподходящий человек для отношений или для этой работы. Это часто случается, когда люди устраиваются на новую работу, и они думают, что она будет просто восхитительной. Они начинают работать и потом понимают, что их место не тут. Они ожидали совершенно другое. Если вы можете со старта определить, что что-то не так, в отношениях вы попробовали и потом понимаете, что это не то. Вы это поняли через две недели. Наберитесь смелости и признайте, что вы неподходящий человек, и выйдите из этого круга. Если вы думаете, что оказываете услугу, оставаясь на месте, возникает следующая проблема. Вы не вкладываетесь на все сто. Вы будете сливать и принесете убытки компании. Так что вместо того, чтобы просто торчать ради зарплаты на своем месте, поищите для себя что-то другое. Следующая ситуация, которая оправдывает ваше желание уйти и бросить все, если вы находитесь в токсичной среде, и это уже не меняется долгое время. Если ваши отношения или работа вам в тягость, то сделайте шаг в сторону и определите, что именно вам причиняет неудобства. Вы на работе, где все берут себе кредит. Ваш босс кричит, как больной. Ваши отношения настолько токсичны, что вы думали покончить с жизнью. Да, ребята, есть такие люди, которые находятся в таких отношениях. Это ненормально. Вам надо покончить с этим. Обратитесь за помощью. Пожалуйста, поговорите с профессионалом. Есть горячие линии. Вам надо позаботиться о себе. Вы не сможете прожить жизнь в таких отношениях. Это будет возвращаться, так что не шутите. Это ненормальная вещь, когда вы в таких токсичных отношениях. Давайте теперь поговорим о счастье. Вы часто можете услышать от людей, если ты несчастлив, тогда увольняйся или бросай эти отношения. Мой ответ на это – это все хрень. Не за счастьем стоит гнаться. Необходимо стремиться к самореализации, к смыслу. Вы когда-либо испытывали целостность, находясь в этих отношениях, и вообще вы в них вкладывались хоть раз. Понимаете, люди не должны быть постоянно счастливы. Это неестественно. Ваше настроение меняется. Но когда мы находимся в отношениях или выполняем работу, то в этом должно присутствовать наполнение и удовлетворение от того, что вы делаете. Я как-то работал на один парк отдыха в Мидленд, Техасе, когда мне было 18. И как, по-вашему, я мог быть счастлив, копаясь в грязи? Я это делал, потому что каждый день я знал, что научусь чему-то новому. Я сначала учился копать траншею, потом учился прокладывать шланги под землей. И так за лето я понимал, что многому научился в такой работе. Суть в том, что следует быть аккуратным в поисках счастья и новых впечатлений. Потому что многие люди разорвали прекрасные отношения, потому что это перестало их удивлять. А год спустя они понимали, что сделали очень большую ошибку. Господа, вы можете найти цель, счастья, удовлетворения даже в самой монотонной задаче. Так что если вы не можете найти ничего вдохновляющего в том, что вы делаете, тогда да, возможно вам пора заканчивать с этим.